Приветствую всех, дорогие друзья. Сегодня в ролике давайте посмотрим, как легко превратить Ryzen 5800 в 5800X. Разберемся, какие видеокарты RTX получат технологию изменения бар и узнаем, почему RTX 3050 и 3080 Ti нам не показали. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей. И с вашего позволения я начну с красного лагеря, где скоро начнется продажа Threadripper. Спустя полгода после анонса процессоров в Threadripper Pro 3000 и платформы WRX80 компания EMD решила выпустить их в розничную продажу. Эти процессоры ранее продавались только в составе готовых рабочих станций. Еще в прошлом году я вам рассказывал об утечке материнских плат на платформе WRX80 от Asus и Gigabyte. Так что выпуск Threadripper в розничные каналы готовился уже давно. По словам представителей красного чипмейкера, приобрести новые платы и процессоры можно будет с марта этого года. Сами Threadripper смогут предложить серверный восьмиканальный контроллер DDR4 и 128 линий PCI-Express 4.0 и при этом могут похвастаться со большими рабочими частотами, а розничные цены процессоров будут объявлены ближе к релизу. Плюс ко всему, EMD придала официальный статус процессорам Ryzen 5900 и 5800 без приставки X, но продаваться они будут только через ОМ-каналы. Однако, как я и говорил ранее, в магазинах они с вероятностью в 99% появятся. А самое интересное, что с помощью технологии Precision Boost Overdrive можно превратить обычную модель в Ryzen 7 5800X. Компания Lenovo протестировала оба процессора и при автоматическом разгоне они демонстрируют схожие рабочие частоты и уровень производительности. Из этого можно сделать вывод, что в обычных моделях используются кристаллы Zen 3 такого же качества, как и в моделях с приставкой X. Но так как процессоры будут продаваться через ОМ-каналы, то цена на них пока неизвестна. Также руководство красных решило поделиться планами на будущее в одном из интервью. На первом месте у них сейчас стоит новая архитектура Zen 4, которая ляжет в основу процессоров следующего поколения. Она получит новый сокет, новый тип оперативной памяти DDR5 и поддержку USB 4.0. А сами представители AMD заявляют, что нас ждёт ещё больший прорыв с приходом Zen 4 на 5 нм, чем был в Zen 3. Плюс ко всему, ориентировочной датой выхода всё также является конец этого года, так что DDR5 всё-таки имеет шансы появиться в этом году. Но вот что касается RDNA 3, то о ней они говорят неохотно. А самое странное, что не говорится о переходе на 5-нм техпроцесс. Это в теории может означать нехватку 5-нм мощностей, 80% которых выкупила Apple. Тем временем в синем лагере намечается новый генеральный директор. Не прошло и двух лет с момента назначения Роберта Свона на эту должность, как Intel уже нашёл нового руководителя. С 15 февраля этого года пост главы займёт Пэт Гильсингер и после вступления в должность он также присоединится к совету директоров. В своём пресс-релизе компания заверила, что смена руководства никак не связана с финансовыми показателями корпорации в прошлом году. Сейчас Intel ожидает, что выручка за четвёртый квартал 2020 года превысит прогнозы. Кроме того, компания добилась значительного прогресса в освоении 7 нм и расскажет об успехах 21 января в рамках конференции по итогам прошедшего квартала и года. На ней нам должны рассказать и о производителе будущих процессоров, которым скорее всего станет TSMC. Сам же Пэт Гильсингер является ветераном полупроводниковой отрасли с более чем 40-летним стажем, из которых 30 лет приходится на Intel, где он и начинал свою карьеру. С 2012 года он занимал пост генерального директора VMware, а прежде успел поработать в EMC на должности президента главного операционного директора. А ресурс Reuters, ссылаясь на собственные источники, рассказал, что Intel планирует привлечь контрактного производителя TSMC для выпуска графических процессоров DG2. Сообщается, что кристаллы будут производиться в рамках нового техпроцесса тайванцев, который еще не получил официального названия. И он является усовершенствованной версией 7-нм технологии. Сам выпуск первых видеокарт семейства DG2 намечен на 2021 год, но с вероятной задержкой до начала 2022. По информации источника, Intel намерена навязать борьбу конкурентам в сегменте с рекомендованной стоимостью от 400 до 600 долларов. Тем временем из зеленого лагеря прилетели очень неприятные новости. Розничные цены на видеокарты в последнее время бьют все рекорды и по всему миру актуальные модели стоят в полтора, а то и в два раза больше рекомендованной стоимости, установленной Nvidia и AMD. Например, в США был введен 25-процентный налог на импортируемое из Китая аппаратное обеспечение, что заставило вендоров изменить ценовую политику. В числе первых отреагировали компании Zotac и EVGA, объявившие об увеличении рекомендованных цен на видеокарты RTX 3000. Zotac подняла цену в среднем на 16 %, а у EVGA они выросли примерно на 8 %. Но речь сейчас идет о рынке США, поэтому передастся ли поднятие цен на другие рынки планеты пока сложно сказать. Плюс ко всему майнинг нынче стал выгодным и только из-за майнеров цена может вырасти на те самые 8 %. Сам же дефицит видеокарт будет преследовать геймеров уже как минимум до второго квартала этого года. В ближайшие месяцы AMD и Nvidia ожидают дальнейшей задержки поставок видеокарт, о чем они рассказали зарубежным СМИ. Финансовый директор Nvidia подтвердила, что совокупные мощности не смогут удовлетворить высокий спрос на графические процессоры и запасы видеокарт в розничных каналах будут оставаться скудными в течение первого квартала. Кстати именно это могло заставить Nvidia повременить с релизом RTX 3060 до конца февраля, а также отложить выпуск RTX 3080 Ti на неопределенный срок. Ведь какой смысл выпускать 3080 Ti, если ее невозможно будет купить. Но когда появится RTX 3050 сказать практически невозможно. Ее представят не раньше выхода 3060, а это уже минимум в марте. И что покупать в бюджетном сегменте до марта вообще неизвестно, ведь именно RTX 3050 может стать самой доступной картой. Красный же чипмейкер стремится обеспечить доступность видеокарт для как можно большего количества геймеров. И сейчас компания сосредоточена на выпуске эталонных видеокарт Navi 21, которые она будет распространять напрямую через собственный магазин по минимально возможной цене. Также Nvidia наконец-то объявила, что настольные и мобильные видеокарты Ampere получат поддержку технологии Resizable Bar в течение нескольких месяцев. Однако владельцы прошлого поколения на базе Turing останутся без данной технологии. Но даже у RTX 3000 с поддержкой не все так гладко. Ноутбуки будут поддерживать Resizable Bar сразу с момента их выпуска. Но сама Nvidia и ее партнеры уже готовят обновление микрокода BIOS для существующих дискретных видеокарт, а их выпуск в общий доступ начнется с марта месяца. Кроме того, Nvidia тесно сотрудничает с Intel AMD и основными производителями материнских плат, чтобы обеспечить поддержку Resizable Bar на широком спектре оборудования. И драйвера с поддержкой изменяемых бар будут выпущены вместе с RTX 3060 уже в конце февраля. А вот компания Polit как и всегда решила вернуться к классике и выпустила однокулерную модификацию StormX для RTX 3060. Такая видеокарта получила длину всего 17 сантиметров и оснащается одним вентилятором, который умеет останавливаться в простое. Насколько он будет справляться с охлаждением покажет только время, но как правило линейка StormX довольно горячая. Также Polit представила модель Dual, которая получила управляемую подсветку. И конечно же все остальные вендоры представили свои модификации, но они просто повторяют уже известные по 3060 Ti. Тем временем ресурс Notebook Check поделился информацией о производительности новых мобильных ускорителей RTX. Новинки получились действительно быстрыми, но ждать от них уровня производительности настольных версий Ампер конечно же не стоит. Тесты они проводили в 3DMark11, откуда стало ясно, что RTX 3080 идет вровень с десктопной 3070, но в среднем на 18 процентов медленнее настольного варианта. Аналогичную разницу демонстрирует мобильная 3070. А мобильная 3060 показывает практически одинаковую производительность с десктопной 2060 Super и при этом оказывается на 41 процент быстрее, чем мобильная версия 2060. По сравнению с мобильной 2080 Super новая RTX 3080 Mobile оказывается на 24 процента быстрее в том же тесте. Но учитывая сколько разных модификаций получат мобильные видеокарты, можно смело сказать, что результаты будут сильно различаться. А компания MSI уже готовится выйти на рынок твердотельных накопителей, о чем она объявила в ходе онлайн конференции. Дебютным продуктом вендора станут игровые SSD формата M.2 с интерфейсом PCI-Express 4.0. В их основе лежат микросхемы памяти 3D NAND с тремя битами на ячейку, а геймерскую направленность в них выдает радиатор интересной формы. Пока что MSI не спешит раскрывать подробные технические характеристики накопителей, но уже известно, что скорости чтения достигают 7000 Мбайт в секунду, а записи до 6900 Мбайт в секунду. И это при максимальном объеме в 4 терабайта. Также компания MSI рассказала о ценах на материнские платы с чипсетом Z590. Самая топовая модель Godlike обойдется в 1000 долларов, а рекомендуемая цена самой простой составит всего 189. И прямо сейчас в Epic Games Store раздают Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition. В праздничное издание помимо самой игры включена полная коллекция предметов для персонализации, в том числе контент по мотивам фильма Звездные войны Скайуокер Восход. Раздача продлится до вечера 21 января, поэтому поспешите забрать игру в течение недели. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья.